Волченков Владимир Степанович 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 Возможно, кто-то из вас не знает о том, кто такой психолог, и затрудняется ответить себе на этот вопрос. Возможно, есть представление о том, что психолог — это специалист, который может заменить психотерапевта либо психиатра. Это не совсем верно. Психолог — это специалист, который занимается изучением проявлений способов и форм организации психических явлений личности в разных областях человеческой деятельности. Это необходимо для того, чтобы мы могли решать различного рода задачи, например, такие как научно-исследовательские задачи, прикладные задачи. А также необходимость в данное время, не только в настоящее время, существует потребность в сопровождении личности, трудовых коллективов, семей, различных социальных институтов. Для того, чтобы к нам поступить, вам необходимо будет, абитуентам я имею в виду, пройти вступительные испытания. Они включают в себя централизованное тестирование по биологии, по истории Беларуси, по русскому либо белорусскому языку. Какие у нас существуют специальности и специализации на первой ступени получения образования? На дневной форме получения образования и на заочной в том числе есть две специальности. Это специальность психология и специальность практическая психология. Специальность психология включает в себя четыре специализации на дневной форме обучения и три специализации на заочной форме получения образования. Какие-то специализации. Это социальная психология, педагогическая психология, психология семейных отношений и психология предпринимательской деятельности. На заочной форме представлено по этой специальности три специализации – педагогическая психология, психология предпринимательской деятельности и психология семейных отношений. Специальность «Практическая психология» представлена и на одной, и на второй форме получения образования. И хочется отметить, что квалификацию, которую получают наши выпускники по окончанию специальности практическая психология, это педагог-психолог. По специальности психология квалификация звучит психолог-преподаватель психологии. Очень важный момент, который, я думаю, будет интересен нашим иногородним студентам, возможно, зарубежным студентам. Это то, что всем первокурсникам дневной формы получения образования университет предоставляет общежитие. На заочной форме обучения студентам не предоставляется общежитие, но для дневного, для первого курса все 100% получают место в наших общежитиях. Для дальнейшего проживания в общежитиях необходимо достигать высоких результатов в различных видах деятельности. Это и в учебной, и в научной, и в общественной деятельности. И тогда место за вами в общежитии будет сохранено. Как устроена наша жизнь в институте? Наш институт представлен работой пяти кафедр и научно-образовательной лабораторией. Более подробно мы остановимся на каждой кафедре. Кафедра общей организационной психологии заведует кафедрой Войтко Ольга Константиновна, кандидат психологических наук. Данная кафедра является выпускающей по специализации психология предпринимательской деятельности. Основные дисциплины, которые преподают на этой кафедре, это экономическая психология, психология менеджмента, психология труда, организационная психология. Все дисциплины, которые касаются психологического направления общей психологии. Это и общая психология, история психологии, экспериментальная психология, статистический анализ данных в психологии и многие другие дисциплины. На кафедре социальной и семейной психологии осуществляется выпуск специалистов по специализации социальная психология и психология семейных отношений. Дисциплины, которые преподаются на этой кафедре, вы можете наблюдать на слайде. Это и диагностика семейных отношений, и конфликтология, и кризисная психология, что является весьма актуальной в настоящее время, психология семьи, семейное консультирование и многое другое. Кафедра психологии и образование. Данная кафедра является выпускающей по специализации педагогическая психология. И дисциплины, которые преподают на этой кафедре, они затрагивают многие вопросы психологии образования. Это и психология развития, психология личности, педагогическая психология, методика преподавания психологии, тренинг профессионального сознания, что позволяет развиваться и социализироваться в профессиональном сообществе и многие-многие другие дисциплины. На кафедре клинической и консультативной психологии выпускаются специалисты по специальности практическая психология. Основные дисциплины, которые преподает эта кафедра, это медицинская и специальная психология, психологический тренинг, психология девиантного поведения, психология здоровья, физиологические основы поведения и многие другие. Нельзя сказать, что каждая кафедра ведет только подготовку по своей специализации. Специалисты различных кафедр обеспечивают полное сопровождение наших студентов по одной специальности и по второй специальности. Пятая кафедра, которая существует в нашем институте, это кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности. Кафедра обеспечивает психологическую подготовку, психологическое сопровождение студентов непрофильных специальностей, то есть не по специальности психология, а специалистов, которые в будущем будут являться учителями-предметниками. И, естественно, им необходимо владеть знаниями, умениями, навыками в области психологии, потому что работа ведется с другим человеком, с коллективами и так далее. Они преподают фактически на всех факультетах нашего университета. Дисциплины, которые они преподают, это психология, это и общая психология, и социальная психология, различные виды тренингов и многие другие дисциплины. Учебный процесс выстроен с опорой на различные формы проведения учебных занятий. Это могут быть лекционные занятия, которые проводятся в аудиториях. В данный момент, учитывая ситуацию с пандемией, наши лекционные занятия переведены в удаленный режим работы, то есть мы не собираем большие потоки студентов в одной аудитории для того, чтобы минимизировать возможность инфицирования наших студентов. Это семинарские занятия, здесь они однозначно проводятся на данный момент в аудиториях. Лабораторные занятия, которые могут проводиться как в стенах института, так и на базах филиалов наших кафедр. То есть каждая кафедра, она сотрудничает с каким-либо учреждением. Это могут быть учреждения образования, либо другие учреждения другой формы собственности, потому как мы ведем подготовку, например, по такой специализации, как психология предпринимательской деятельности, психология семейных отношений. И специалисты этого профиля не всегда идут именно в учреждения образования. Поэтому выездные лабораторные занятия, они максимально приближают нас именно к работе в реальных условиях, в тех сферах деятельности, на которые направлена подготовка наших студентов. Это могут быть и различные экспериментальные площадки, это может быть и Академия наук, это могут быть различные фирмы, например, вот на слайде представлена компания САТИ, с которой мы уже имеем многолетнее сотрудничество. Помимо учебных занятий, которые проходят в аудиториях и выездных лабораторных занятиях, у нас есть различные виды учебных и производственных практик. На первом курсе у нас существует такая форма практики, как волонтерская. Студенты впервые ознакомятся, пусть непродолжительное время, то есть там буквально 3 часа в неделю они посещают на протяжении 12 недель какие-либо учреждения и уже реализуют различного рода проекты. На втором курсе у нас есть ознакомительная практика. Студенты направляются в учреждения образования. На третьем курсе у нас есть психодиагностическая и экспертная консультационная практики. Они также могут проводиться в учреждениях образования, либо в других формах организации. И на четвертом курсе, а у студентов заочной формы на пятом курсе, существует два вида производственных практик. Это педагогическая практика и преддипломная практика. На педагогической практике студенты отрабатывают полученные знания и навыки по преподаванию психологии, причем в абсолютно различных сферах жизнедеятельности. И преддипломная практика реализуется студентами именно в том направлении, чтобы обеспечить апробацию своей научной деятельности в рамках написания дипломной работы. Научная жизнь в институте также представлена. Виктор Егорыч, наверное, меня потом добавит. Я очень кратенько останавливаюсь на том, какие основные у нас формы работы студентов существуют в институте. А Виктор Егорыч, возможно, захочет что-то добавить. У нас существует научное студенческое общество, которое называется «Инсайт». Они готовятся для работы в научной деятельности и участвуют в олимпиадах, участвуют в различного рода конференциях, организуют различные формы вебинаров и так далее. Помимо работы самого этого научного общества, под его или при его участии у нас организуются различные мероприятия. Например, такие, как «Студент-психолог года», «Олимпиада по психологии под знаком СИР», различные межуниверситетские и межфакультетские конкурсы. Виктор Егорыч, может быть, что-то добавите? Уважаемые участники, я, разумеется, хочу добавить несколько слов относительно тех видов научной деятельности, в которых будущие абитуриенты могут принимать участие в нашем институте. Итак, дорогие друзья, дело в том, что в нашем институте создана целая система организации поддержки студенческой науки, которая существует не ради, скажем, красного словца и какого-либо рода документов, а которая призвана помочь молодым людям почувствовать себя, если не настоящими маститами учеными, то, по крайней мере, приблизиться к этому. Специалисты нашего института участвуют в выполнении, во-первых, достаточно серьезных проектов. Это темы научно-исследовательской работы, которые включены в программы разного уровня, от государственных программ научных исследований до самых таких, я бы сказал, прагматических грантов. И, что самое удивительное, при наличии желания вы сможете, естественно, принимать в этом всем участие. Я не хочу сказать, что это смогут сделать абсолютно все, но те, у кого будет достаточная мотивация и, самое главное, соответствующее достижение, те смогут это сделать. В любом случае, вот все те проекты, которые мы выполняли в прошлом и которые мы выполняем сейчас, не обходятся без участия наших студентов. Я, наверное, не буду вам сейчас перечислять фамилии этих участников, по той простой причине, что вы, молодые люди, перед вами лежат широкие, я бы сказал, открытые вам пути и в достаточно большом количестве. Вы все сделаете своими руками. Главное понимать, что такая возможность есть. Наши студенты имеют возможность опубликовать свои научные работы. И, опять-таки, я говорю это не в виде какой-то дежурной фразы, а описываю реальные возможности. Вот в рамках Декады студенческой науки, которая состоится буквально через, ну, наверное, две или около того недели, она пройдет с 20 по 29 апреля, наши студенты смогут участвовать не только в самых разнообразных конкурсах, это и конкурсы на лучшую студенческую научно-исследовательскую лабораторию, это конкурс социально ориентированных проектов, это конкурс «Студент года», ну и многие-многие другие. Кроме того, ключевым, наверное, мероприятием этой Декады будет Международная студенческая научно-практическая конференция «Психология развития личности в системе образования». И я должен вам сказать, что в рамках этой конференции наши студенты имеют возможность сделать интересные доклады, они могут, естественно, подискутировать на те или иные научные темы, они могут опубликовать свои тезисы, свои материалы докладов в сборнике, которые мы ежегодно выпускаем. Кроме того, существование этой конференции не означает, что наши студенты не публикуются в серьезных журналах. Скорее даже наоборот. Словом, возможностей много. Это и участие в разнообразных международных и не только научных мероприятиях. Это и участие в международных конкурсах. Это и участие в программе академической мобильности. К сожалению, сейчас в связи с эпидемией коронавируса эти возможности ограничены в основном использованием информационно-коммуникационных технологий. Но я надеюсь, что жизнь наладится, и наши студенты тоже смогут ездить по миру так, как это было раньше. Но вот в недавнем прошлом две наши студенты отучились целый семестр в университете города Кальери. Это и Италия. И, в общем-то, студенты этого университета также находились в нашем институте в течение всего этого периода. У вас будет и такая возможность. Словом, об этом можно говорить достаточно долго, но, наверное, время... Думаю, что мне удалось, ну, по крайней мере, донести до всех участвующих в нашем Дне открытых дверей мысль о том, что если вы готовы прикладывать соответствующие усилия, то все вам воздастся столице. Все это касается не только научно-исследовательской работы, но и связанных с этим направлением деятельности. Поэтому я вновь передаю слово Ольге Ивановне. Если у вас будут какие-то вопросы в дальнейшем, касающиеся участия вот в такого рода мероприятиях, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо, Виктор Егорович, за такое содержательное обстоятельное освещение научной исследовательской деятельности студентов. Я думаю, что те, кто для себя видит научное исследование как перспективную часть пребывания в институте психологии, то они извлекли для себя полезную информацию. Я перейти, наверное, к тому, чтобы абитуриенты могли сформулировать свои вопросы, если они есть, и мы постараемся на них ответить. Пожалуйста. Я еще скажу, что пришла заместитель директора по воспитательной работе, то есть если есть какие-то иногородние студии, может быть, абитуриенты, вопросы проживания в общежитии могут интересовать, то тоже эти вопросы можно задавать. Наталья Михайловна Макрецова тоже здесь есть. Пожалуйста, слушаем, если есть вопросы. Скажите, пожалуйста, в институте вторая смена обучения в дневном отделении? Так, хорошо. Значит, да, действительно, наш институт по утвержденному графику работы, скажем так, студенты обучаются во вторую смену. То есть, как правило, это с 14.00 до 19.05, как правило. Да, при этом субботы, несмотря на то, что это учебный день, но мы стараемся организовать образовательный процесс таким образом, чтобы суббота была на самостоятельную подготовку. Поэтому вполне три пары можно отрабатывать, и в субботу и воскресенье иметь возможность самостоятельно образовываться. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы слушаем. Если кто-то хочет, пишите вопросы. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, известно ли вступительные баллы и количество при поступлении в институт психологии? Так, значит, вот тут хороший вопрос. Я немножко объясню, с чего складываются вступительные баллы. Вступительный балл мы наперед никогда знать не можем. Почему? Потому что он состоит из, суммируется, четыре показателя. Три показателя. Это сертификаты централизованного тестирования по биологии, по истории Беларуси и по языку. Либо белорусская мова, либо русский язык. И четвертый показатель. Это средний балл аттестата, школьного аттестата. Или если вы, например, заканчивали колледж, средне-специальное, то можно предлагать документ, выписку из колледжа. То есть здесь такой вариант. Средний балл. То есть таким образом, суммируя четыре отметки, четыре показателя, мы получаем количество баллов, которое имеет каждый абитуриент. Ну, предположим, что у него все эти отметки составляют 80 баллов. То есть 80 на 4 – 320. И вот таких абитуриентов, к примеру, подает нам, 100 человек подает документы. У кого-то 320 баллов, у кого-то 350, у кого-то 220 баллов и так далее. А мы набираем, например, на бюджетную форму получения образования 20 студентов. Соответственно, вот из этих 100 абитуриентов, которые подали документы, выстраивается иерархия. От первого, тот, кто имеет самое большое количество баллов в сумме, ну, допустим, 380 возьмем, до самого низшего балла, ну, к примеру, там 150 баллов. И вот первые 20 человек, которые заняли первые 20 мест, они и проходят на эти бюджетные места. То же самое и с платными местами. То есть местами для уже конкурса на обучение за счет собственных средств. На основании этого и складывается проходной балл. То есть он каждый год плавающий, этот проходной балл. Но в среднем тенденция сохраняется одна и та же. И Ольга Ивановна подскажет вот сейчас, какой был проходной балл в прошлом году. Пожалуйста. На бюджетную форму обучения у нас было по специальности психология проходной балл 303 балла. На специальность практическая психология проходной балл был 304. Это на бюджетную форму получения образования. У нас, к сожалению, на данный момент не так много бюджетных мест по сравнению с другими факультетами. Но, тем не менее, они и есть, и можно стараться поступить на бюджетную форму. На платную форму получения образования, на дневную форму обучения проходной балл по специальности психология был 221 балл. На практическую психологию 234. На заочную форму в районе 180-200 баллов был проходной на одну и на вторую специальность. Конкурс есть, небольшой, но он все-таки есть. Спасибо. Но не все абитуриенты были зачислены, то есть все равно конкурс был. Конкурс есть, он на нашей специальности, поэтому старайтесь, пожалуйста, иметь достаточно высокие баллы по ЦТ. Так, понятно ли, мы ответили на вопрос? Да, спасибо огромное. Вы поняли, да? Вы имеете представление. То есть вы можете сдавать репетиционное тестирование, проходить, и уже тогда вы будете видеть примерно свои возможности, которые вы покажете на итоговом ЦТ уже в июне, да? То есть или увидите свои слабые стороны, и то есть если еще есть возможность репетиционные тесты пройти, и, по-моему, еще есть время. Это вы узнаете уже из других источников. Так, спасибо. Еще сложный вопрос. Такой вопрос, что, возможно, у нас присутствуют здесь будущие выпускники педагогических классов. На наши специальности выпускники педагогических классов не пользуются льготами, могут поступать только на общих основаниях, то есть по результатам централизованного тестирования. Спасибо, Ольга Ивановна, за дополнение. Так, пожалуйста, вопросы. Скажите, а можно отмечать еще цифры приема, количество на бюджет и на платный? Так, хорошо. Ольга Ивановна, я знаю. Да, все хорошо. Могу сказать, да? Хорошо. Значит, на специальность практическая психология, дневная форма получения образования, 10 человек бюджетная форма получения образования, 20 человек платная форма. Специальность психология, 20 человек бюджетная форма получения образования, 70 человек платная форма получения образования. И заочное отделение, там только платная форма получения образования, специальность практическая психология 50 человек и специальность психология 140 человек. Вот такие цифры набора в данном году. Скажите, пожалуйста, а если подаем заявление на психологию, а потом, допустим, по баллам там не проходим, можно перевестись на какой-то эстетический факультет или куда-то еще в рамках вашего университета? Либо только идет конкретно по психологии, только мы можем распределять специальности выбранные? Так, хороший вопрос. Понятен вопрос. Значит, вы должны знать, что набор предметов для централизованного тестирования, который я озвучивал, это биология, история Беларуси и язык, он действует на несколько факультетов у нас. То есть такие же предметы сдаются для поступления на факультет начального образования, факультет дошкольного образования, институт инклюзивного образования, ну, чтобы понять, не это дефектология, на факультет социально-педагогических технологий, ну и к нам. Но когда вы подаете документы, вы пишете конкретный все-таки институт, факультет специальности. Алло, плохо слышно. Есть распределение в рамках только института. То есть, например, вы хотите подать документы на специальность психология, но на психологию не проходите, а проходите на практическую психологию. Вот это вот возможно. То есть, чтобы не переподавать документы заново, понимаете, о чем я говорю? То есть, если вы видите, допустим, последний день подачи документов на бюджетную форму получения образования, что ваши баллы не позволяют вам пройти по конкурсу на бюджетную форму в институт психологии, то вам нужно тогда в этот день забирать документы с нашего института, ну не института, а тех, кто принимает документы из нашего института, и нести их, допустим, на факультет дошкольного образования. То есть, так было все предыдущие годы. Может быть, приемная комиссия что-то в этом году изменит. Этот вопрос больше уже как бы... Потому что прием осуществляет не сам институт, а университет. Но приемная комиссия нам пока такой информации не давала. Про эстетическое вы сказали. Эстетическое нельзя, потому что... Ну, с нашим набором дисциплин нельзя, потому что там другие действуют проходные дисциплины для поступления. Поскольку это творческий факультет, то там нужно будет сдавать и, допустим, там... Там внутренние экзамены идут. А, внутренние есть экзамены. То есть, к ЦТ добавляют еще внутренние экзамены. Да, да, спасибо. Так, есть вопрос про общежитие. Могут ли жить в одной комнате студенты разных специальностей? Заранее спасибо за ответ. Ну, вот этот вопрос я переадресую Валентине Михайловне Мокрецовой, заместитель директора по воспитательной работе, которая и занимается как раз-таки тем, что проживание в общежитии – одна из сфер деятельности, которые она курирует. Пожалуйста. То, что касается проживания студентов в одной комнате разных специальностей, если это в рамках одного нашего института, то, конечно, это возможно. Если вы имеете в виду разные факультеты, разные институты, у нас такое бывает, что поступают студенты, и они подружки. Одна поступила на эстетический, другая в институт психологии или родственники. Ну, вот в таких особых случаях, если следует нам такая просьба со стороны студентов, мы эти просьбы тоже удовлетворяем, договариваясь между руководством других факультетов, институтов. И если так остро встает вопрос, то мы такие вопросы тоже удовлетворяем. То есть могу ответить «да», возможно. Спасибо, Антонина Михайловна. Это был ответ, я звучу, на вопрос, который написан в чате. Так, пожалуйста, еще слушаем вопросы. У нас еще в чате есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, выпускники, мы не факультет, мы институт психологии, после окончания университета, куда могут идти работать и кем? Возможно, Владимир Степанович, вы или я? Да, хорошо. Ну, давайте я начну, если что, тут могут и заведующие кафедрами дополнить и так далее. Так, после окончания института психологии, да, ну, давайте вначале говорить о специальностях. Если вы учитесь на специальности психология, то вы будете выбирать одну из четырех специализаций. Я говорю про дневную форму получения образования. Это педагогическая психология, либо психология семейных отношений, либо психология предпринимательской деятельности, либо социальная психология. Получив образование в институте психологии и в рамках не только специальности, но и специализации, вы уже заранее прогнозируете, планируете ту сферу, скажем так, общественной деятельности, общественной практики, где вы себя планируете реализовать. Например, если вы обучаетесь по специализации психологии семейных отношений, то, конечно, скорее всего, вы себя видите работником какого-то конституционного центра, центров поддержки семьи и так далее. Если вы видите себя в специализации психологии предпринимательской деятельности, то, скорее всего, сферой вашей или местами, где вы будете работать, это будут организации, которые занимаются, например, рекламной деятельностью, продажей, продажами каких-либо товаров. Кроме того, выпускники этой специализации возребованы для того, чтобы работать с персоналом организации, то есть с работниками, то есть проводить с ними, скажем так, корпоративную работу, сплочение, развитие их мотивации, развитие их каких-то коммуникативных навыков, плюс подбор персонала. То есть вот это примерная сфера. Если это социальная психология, то здесь вы можете себя реализовать также в организациях, которые в том числе занимаются, как я уже сказал, и теми же продажами, и рекламой, но кроме того, это и связь с, скажем так, с общественностью, да, то есть прогнозирование каких-либо развития событий, отношений, построение коммуникаций и так далее. Вот, ну если педагогическая психология, то, конечно, это прежде всего учреждение, где идет работа с детьми, подростками, с родителями и так далее. То есть это не обязательно должна быть школа или детский сад. Это могут быть и как государственные, так и не государственные организации, где оказывается помощь в плане обучения, развития, воспитания личности. Но специальность практическая. Психология у нас еще есть. Квалификация, которую получают ее выпускники, звучит как педагог-психолог. И это означает, что эта специальность, в отличие от специальности психологии, относится к педагогическим специальностям. То есть ее выпускники прежде всего востребованы в учреждениях образования. Это, конечно же, школы, это, конечно же, детские сады, это, конечно же, социально-педагогические центры, это центры коррекционно-развивающие обучение и реабилитации, это психологические службы учреждений образования, высшего, в том числе университетов, колледжей и так далее. Это также может быть и работа и в органах внутренних дел психологами. Но это относится будет и к выпускникам специальности психологии в том числе. Я хочу сказать, что если студент обучается на бюджетной форме получения образования, то по действующему ныне законодательству он подлежит обязательному распределению. И поскольку мы являемся педагогическим университетом, то заказчиками наших выпускников являются в первую очередь учреждения образования. И здесь вот такой момент, который просто надо учесть, да, что если вы обучались на бюджете, ну, допустим, по специализации психологии предпринимательской деятельности, это не значит, что вы будете выбирать из учреждений, где не работают с детьми. То есть вы, ну, 90% вероятности будете распределены все-таки учреждением образования. То есть это нужно принять. Но если вы обучаетесь в платной форме получения образования, то у вас выбор сфер деятельности крайне широкий. Хорошо, пожалуйста, еще вопросы. Вы говорили, так что я думаю, что ответ удовлетворил нашего абитуриента. Ну да, то есть я, как бы так, все-таки подводя итоги, специальность психологии, она очень универсальная. И иногда наши выпускники устраиваются в такие места работы, которые даже неожиданно, почему они там работают. То есть это и где-то, может быть, и очень необычное, как, например, телевидение, там, допустим, да, либо, например, очень востребованы наши выпускники. Вот вы знаете, есть парк высоких технологий, да. Казалось бы, там работа идет, прежде всего, нужны специалисты по IT, да, то есть программисты там и так далее. Но там очень большой штат, и работает психологов в том числе. И часто, наверное, такие бывают установки, что психология образования связана только с учреждениями образования. На самом деле нет, и вот наши выпускники и на производстве работают, потому что необходимо образовываться. Давали запросы тракторный завод на работу психолога, в том числе. На Керамине есть наши выпускники, специализация педагогическая психология. Работают и в банках, и в спортивном клубе «Динамо» кто-то из наших выпускников работает. То есть сфера трудоустройства очень многообразная. Да, наверное, еще что-то в Чижовском, где дети с ДЦП особенностями развития, то есть их сопровождают наши студенты-выпускники. Спасибо. В последнее время к нам очень часто обращаются службы МЧС. Во всей Республике Беларусь есть высокая потребность в кадрах нашего профиля, поэтому и туда идут работать для сопровождения работников службы МЧС. Стоит отметить, что многие наши выпускники создают собственные фирмы, например, по организации праздников, по сопровождению или организации корпоративных мероприятий. Очень широкий спектр деятельности наших выпускников и очень легко трудоустраиваются, потому что их коммуникативные навыки, которые они развивают в процессе обучения, они им, в общем-то, помогают налаживать контакт с потенциальными работодателями и трудоустраиваться. Так, и вот есть письменный вопрос. Психология семейных отношений подразумевает также индивидуальные консультации в будущем при работе? Наталья Леонидовна подключилась, она с нами. Если есть Наталья Леонидовна, то, пожалуйста, да, то есть лучше, чем она, никто не скажет, конечно. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, абитуриенты. Я хочу сказать, что психология семейных отношений это работа и с семьей в целом, и отдельно с членами семьи, с родителями, с детьми, с бабушками, с дедушками, с представителями разных поколений. Вы учитесь и в рамках семейной психотерапии оказывать помощь, вы учитесь сопровождать детей разных возрастных групп, вы учитесь работать с семьей как системой, вы учитесь сопровождать семью на разных этапах жизненного цикла, в добрачный период, в период, когда семья уже создана, да, на этапе формирования, скажем так, супружеских отношений, и когда появляются дети, когда возникают какие-то детско-родительские трудности, связанные с кризисными периодами развития ребенка, тоже семейный психолог оказывает сопровождением. Вот, очень важно еще здесь учитывать, что в группе дисциплин, которые входят в нашу специализацию, есть базовые дисциплины и есть профильные. Например, базовые – это психология семьи, это семейная психотерапия, вот, а профильные – это психологическая помощь семье в ситуации кризиса, диагностика семейных отношений, вот, а также помощь детям из неполных семей. То есть, как видите, весь спектр разных типов, видов семей и отношений внутри семьи, естественно, вы будете изучать. Вот, в последние годы мы также работаем над проблемой ценностных отношений в семье, где встречаются представители разных поколений, X, Y, Z. Как ценностная система воспитания, нравственные установки, система принципов и взглядов на мир у представителей разных поколений может быть учтена для того, чтобы не было конфликтов, а было принятие того, что, да, по ценностям мы отличаемся, но есть опыт, есть традиции, есть преемственность каких-то очень важных общих ориентиров, которые формируют социальную поддержку и помогают справляться с трудностями всем вместе. Вот это тоже такой важный очень момент. Ну и отдельное направление – это замещающая семья. У нас целый цикл есть научно-исследовательских различных разработок, в том числе, кафедральная тема, которая как раз рассказывает о психологическом сопровождении замещающей семьи. И там мы работаем с разными группами детей, и усыновленные дети, и дети, которые находятся на опеке у родителей, и дети, которые приемные. Вот какова структура, специфика этих отношений, этот момент есть. Вот очень тесно, если придете к нам в институт и поступите на нашу специализацию в психологии семейных отношений, будете сотрудничать с Центром, Республиканским Центром Психологической Помощи и Центром Психологической Помощи замещающим семьям. У нас неоднократно есть опыт проектов с Итальянской Ассоциацией Пуэр, то есть у вас будет спектр возможностей выйти за пределы учебного процесса и даже попробовать себя в научно-исследовательской деятельности. Ну и в заключении таком кратком хочу сказать о том, что у нас есть еще журнал «Диалог», в котором есть рубрики «Семья» и «Замещающая семья». И там вы можете и читать статьи исследователей, которые давно занимаются проблемами в области психологии семьи, и публиковать свои статьи. Это вполне возможно. Вот мы вас в том числе приглашаем подключиться к научно-исследовательской деятельности. Спасибо, Наталья Леонидовна. Есть вопрос в чате. Сейчас я прочитаю. Не могли бы вы рассказать немного больше о кафедре клинической психологии? Это первая часть вопроса. Но поскольку заведующая кафедра сейчас в отпуске, клинической психологии, я вижу, она вроде не подключалась, да, я хочу сказать о том, что кафедра так называется прежде всего потому, что на ней сосредоточены дисциплины, такие как, например, специальная психология, медицинская психология, психология девиантного поведения. То есть дисциплины, которые изучают ту сферу психического, которая так или иначе имеет свои особенности или какие-то проявления, которые не вписываются в показатели нормативности. То есть, ну, слово клиника – это кушетка, переводится, а кушетка, как и правило, у нас ассоциируется с каким-то учреждением, где оказывается лечебное или терапевтическое воздействие, да. Но, конечно, терапии как таковой мы не обучаем, вот, потому что это термин медицинский все-таки прежде всего. Мы, психологи, занимаемся оказанием психологической помощи, но специализации какой-либо специальности, связанной именно с клинической психологией, у нас нет. Так, второй вопрос. Как проходит распределение в общежитии и в какие общежития заселяют абитуриентов? Пожалуйста, Валентина Михайловна. Хорошо, скажу то, что традиционно для заселения наших студентов нам выделяется два общежития. Общежитие номер три, скажу, такого коридорного типа, это одно из самых… Коридорно-блочного. Да, это одно из самых важных умов в нашем университете, но не хочу, чтобы это настораживало абитуриентов. Там сделан капитальный ремонт и все комнаты, все санузлы, коридоры… На четыре комнаты. Да, там, получается, в блоке четыре комнаты. Все находится в полном порядке, то есть вполне такие хорошие условия для проживания. То, что касается второго общежития, это общежитие номер 8. Это известная студенческая деревня, которая располагается по линии метро, станция метро Петровщина. И, конечно, это самое новое общежитие. Его студенты называют общежитием квартирного типа. Это та база, на которой в последнее время проживали спортсмены вторых европейских игр. И там тоже сделан ремонт к моменту проведения игр. Это общежитие и со спортивным комплексом, и с прачечной, и с большим хозяйственным комплексом, что мы называем. В каждом блоке своя кухня и так далее. То есть, ну вот такие два варианта заселения. Как происходит заселение, распределение. Традиционно восьмое общежитие у нас распределяется для старших курсов. Ну, это, скажем, второй, третий, четвертый. Так мы их обозначаем, старшие курсы. Первый курс заселяется преимущественно в третье общежитие, ну и частично в восьмое. При заселении, так как мы еще не знаем каких-то особенностей наших поступивших первокурсников, традиционно идем по пути жребия. То есть, кто-то вытаскивает третье общежитие в этом жребии, кто-то восьмое. Но если к нам поступают студенты, скажем, с особыми такими потребностями, да, это может быть слабовидящие студенты, да, студенты, имеющие другую инвалидность и так далее. Ну, из-за опорно-двигательного аппарата. Если у нас есть студенты с нарушениями, тогда мы учитываем эти особые потребности и, как правило, поселяем их тоже в восьмое общежитие, потому что там даже есть специальные комнаты для студентов с особыми потребностями. Спасибо, Валентина Михайловна, за ответ. Я думаю, что достаточно полно вы ответили на сформулированный вопрос. Есть ли еще вопросы, пожалуйста? Сроки подачи документов не меняются, как обычно? В прошлом году было сдвинуто? Да, сдвинуто было, да. Сроки в этом году, конечно, они планируются, как обычно. И если не ошибаюсь, то уже были озвучены примерные сроки подачи документов. По-моему, звучали цифры с 16 июля по 5 августа. Но в любом случае вам нужно знать, что первым этапом для вас является эта подача, регистрация для прохождения централизованного тестирования. Она всегда проходит с мая месяца, начиная буквально с первых чисел. Ну а когда вы уже будете в мае регистрироваться на НЦТ, уже точно будут известны и сроки. То есть Министерство образования их публикует и в средствах массовой информации появляются. То есть с учетом того, что в прошлом году была неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и серьезно сдвигали сроков, в этом году сдвига такого не планируется. Ну и если никаких это не будет, не дай бог, снова очень тяжелых непредвиденных обстоятельств. Но и тоже важно, если вы планируете бюджетную форму, то на бюджет подаются именно вот в начале работы приемной компании документы. Это буквально там отдается первые 4-5 дней, по-моему, для подачи только на бюджет. А платные более уже широкие сроки. Спасибо. Пожалуйста. Так, что еще? Спасибо. Владимир Степанович, наверное, стоит, может быть, проговорить какие-то вопросы и по поступлению в магистратуру. Ну... Возможно, есть абитуриенты, которые поступают именно на вторую ступень. Так, хорошо. Может быть, есть абитуриенты, которых интересует магистратура. Или только все, кто на первую пока ступень. Есть, есть. Расскажите, пожалуйста. Про магистратуру, да? Хорошо. Значит, ну, для поступления в магистратуру... Поговорить нашу выпускницу. Да, да, да. Приступление в магистратуру вам нужно иметь диплом о высшем образовании. Это первое условие, да? Я думаю, что он у вас есть, раз вы спрашиваете. Второе условие — это желание на год или полтора года достаточно активно поработать в плане научно-исследовательской деятельности. Потому что обучение в магистратуре предполагает не только посещение занятий и сдачу зачетов и экзаменов, но и обязательное выполнение магистрской диссертации. Поэтому если у вас есть положительный опыт работы над дипломной работой, курсовыми работами, то тогда, конечно, вас это не будет пугать. Что мы имеем в этом году? В этом году, в 2021, в магистратуру принимаем по специальности психология с профилизациями. Первая профилизация — кризисная психология, как дневная, так и заочная формы получения образования. Вторая профилизация именно нашего института — психологическое консультирование и психокоррекция, как дневная, так и заочная формы получения образования. На каждую из них есть в том числе и бюджетные места. В дневной форме и туда, и туда по два бюджетных места есть. На заочной форме в кризисной три места, консультирование два места. Ну и, естественно, остальные за счет собственных средств места, там количество их не ограничено. Но я должен проговорить, в этом году будет еще одна профилизация — когнитивная психология. Но она заявлена, ее руководителем будет Александр Павлович Лобанов, если вам он знаком. Надо сказать, что по всем этим трем профилизациям четыре дисциплины есть общих, которые читаются всем, и порядка девяти дисциплин, по которым идут различия. То есть это вот профилизация — это вот эти девять дисциплин, которые читаются только кризисным психологам, только тому, кто обучается на консультировании, или тот, кто будет обучаться по когнитивной психологии. Когнитивная я видел в наборе только и заочная форма. Дневная форма — один год обучения. Как правило, занятия проходят три раза в неделю, по три-четыре пары. Заочная форма — полтора года. Полтора года занятия проходят только в сессии, так называемые, лабораторно-экзаменационные. Это сентябрь установочная, потом январь, потом июнь, и еще раз одна сессия, последняя, примерно ноябрь-декабрь. И в январе-феврале защита уже диссертации. Кроме того, что магистратура предполагает понятное изучение ряда дисциплин и подготовку магистрской диссертации, еще есть такой вид деятельности, как педагогическая практика в ВУЗе. То есть магистранты проходят практику в таком режиме, что они преподают студентам. Ну, понятно, что наши магистранты, прежде всего, Института психологии студентов младших курсов преподают. Да, так. И важно знать, что вступительное испытание, то есть экзамен, проводится устно, по билетам. Программы мы уже утвердили в самые ближайшие, там, две, может быть, недели. Их утвердит еще и проректор, курирующий магистратуру. И тогда можно к нам обращаться за последним, скажем так, вариантом программы, буквально, в Институт. Либо звоните, либо пишите. Мы вам предоставим эти программы с перечнем к вопросам для подготовки. До 4-го числа июля будет идти прием документов и экзамен. Да, это я про хотел сказать дальше. Что касается, почему готовиться, по каким предметам, вы в программе увидите. И какие вопросы. И, собственно, прием документов в магистратуру стартует примерно 25-го июня и будет идти, как сказала вот Ольга Ивановна, по 4-го июля. Вступительный экзамен планируется 7-го июля. То есть, ну, как бы, если там, чтобы никуда вы не уезжали и так далее. Ну, вот, пока такая информация по магистратуре. И, может быть, что-то нужно еще уточнить, спрашивайте. Подскажите, пожалуйста, менялась ли стоимость от указанной, которая... Ну, это если вдруг на платное поступать, на сайте та стоимость, которая... Я вам сразу наизусть не скажу стоимость обучения. На сайте отдела магистратуры она есть. То есть, ну, вот, буквально после... Я помню, что заочная форма в районе 1 900 рублей, но вносится в три этапа. Дневная форма, к сожалению, не скажу точно. Как-то вот я не интересовался. Но для заочной формы у вас должен быть стаж не менее 10 месяцев по любой работе. Не обязательно там психологии. Если он у вас есть, то вы можете туда поступать. Хорошо. Да, наверное, для абитуриентов, которые собираются к нам поступать на первую ступень. А вот Мария у нас училась на заочной форме получения образования. При этом Мария с успехом защитила дипломную работу. С успехом приняла ее работа участия в республиканском конкурсе студенческих работ. Получила категорию. Поэтому вот несколько лет Мария отработала и уже готова приступить к обучению в магистратуре. Поэтому вот замечательный яркий пример тех успехов, которые студенты-заочники могут, в общем-то, себя реализовывать. Рада видеть. Спасибо, Ольга Ивановна. До новых встреч. Так, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Если те, кто нас слушает и являются абитуриентами, так мы их назовем, у вас вопросов нет, вы, пожалуйста, сигнализируйте нам об этом каким-то образом, либо пишите, либо говорите. Ну, потому что мы, да, чтобы знали, мы уже завершать или не завершать. Абитуриенты присутствуют по списку, вот участников вижу, что есть. Да, я тоже вижу, что есть, но нам важно знать, потому что, ну, то, что мы хотели рассказать, мы уже рассказали. Да, то есть она была в презентации, прежде всего. Главное, что клиент наш, видно, поставил уже роспись на экране. Ольга Ивановна, простите, пожалуйста, могу ли я вам потом задать вопрос один на один? Да. Да. Спасибо тем, кто был активен и задавал вопросы, потому что мы работаем именно для того, чтобы ответить, прежде всего, на вопросы. Спасибо большое вам за ответы. Спасибо. Вроде все понятно. Спасибо. Будем вас ждать, поступайте. Да, на слайдах вы видите веб-сайт нашего института, где указаны контактные данные, то есть можете обращаться. И на втором слайде вы видите эти номера телефонов и тоже контактные данные приемной комиссии БГПУ. Ну, я думаю, что как-то вот никто ничего уже не пишет, да, то, Ольга Ивановна, вы как администратор, я вам даю право тогда уже готовиться к выключению. Значит, я напоминаю, если вопросы будут, то вы можете к нам обращаться и вне такого формата, то есть по телефону, либо писать на почту института. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Ивановна, за организацию встречи. И всем, кто подключался со стороны института, тоже спасибо. Да, я вижу, что участники покидают комнату, поэтому можем завершать. Спасибо. Продолжение следует...